МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТНС «Энерго Марио», Сбербанк, сеть супермаркетов «Спар», ресторанный комплекс «Гранд Шато». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Битва роботов, 3D-печать, лес, выращенный из пробирки. Безграничные возможности будущего рядом. Стоит только протянуть руку. В ближайшие несколько минут все самое интересное о разработках инноваторов Мариел. Все самые новые идеи и технологии прямо сейчас. И мы начинаем. Говорят, не место красить человека, а наоборот. С домашними парнокопытными то же самое. Ведь еще несколько лет назад казалось, что коз разводят только лишь в Голландии, Канаде, оказывается, возможно, и здесь, в средней полосе европейской части России, в республике Мариел. В итоге получилось даже лучше, а главное – полезнее. Никаких гормонов роста. Чистый продукт с приставкой «Эко». Пейте, дети, козье молоко, поднимите иммунитет. Пожалуй, этим фактом уже никого не удивить. А вот то, что оно обогащено микроэлементами, высококачественным белком, кальцием, магнием и не вызывает аллергию, помнить стоит. Впрочем, все это не догма, а идеальный бизнес-план решила семья Кожановых и создала в Сернурском районе настоящее микрогосударство – козью ферму. Почему у вас каждая козочка имеет свой номер? Блеменная работа заключается в том, чтобы знать историю каждой козы, как она доилась каждый месяц, как доилась ее мама, как доилась ее бабушка. Живет и плодится здесь продуктивная молочная заанинская порода уже 14 лет подряд. Марийские поля, конечно, мало напоминают швейцарские Альпы, на которых паслись прародительницы этих коз, но местные условия их весьма устраивают. Года шли, объемы производства увеличивались, не стояла на месте и селекционная работа. Хорошая! Знакомьтесь, это не просто заанинская порода, а новый тип козы под названием марийский. Этот удачный опыт фермеров из Мариэл стал первым в новейшей истории России. По сути, запатентованный итог восьмилетней бесперерывной работы. Тип породы подразумевает некоторые отличия, то есть это выведен на базе заанинской породы. В нашем случае это повышенный индекс, если говорить о внешних отличиях, это повышенный индекс длинноногости, наши козы в среднем чуть более длинноногие и с большим размером в имени. Что касается продуктивности животных, это примерно на 10-15% более высокий надой и чуть более высокая длительная сфактация. Сейчас на ферме уже более 2000 коз. Она самая крупная в России, но масштаб не самое главное. Главное – востребованность. Импортозамещение сыграло животноводам явно на руку. Продукция из козьего молока с логотипом «Сделано в Мариэл» тут же разлетелась по 50 городам России. Мы смогли выпрямить цепочки, то есть стало меньше посредников, быстрее продукции доходят до потребителя. Кроме того, если сравнивать объем продаж до санкций, сейчас по козьим сырам, ну, наверное, это раз в 8 увеличивался объем продаж. А это настоящий ясли для козлят. И даже цветы на подоконниках растут. Так посоветовали ветврачи. Это важный показатель. Если растениям комфортно, значит и для животных условия в помещении подходящие. Чтобы молоко было полезным, об этом сотрудники козьей фермы заботятся еще с детства животных. Через сутки после рождения их отнимают от матери и начинают искусственно кормить молоком, поить водой. Сколько коза даст молока напрямую зависит от кормления в первые 8 месяцев. Приносить экономическую пользу она начинает после года. Хотя не секрет, что и здесь важен рацион. Корм подается козам 3 раза в сутки. Обожаемое лакомство, так называемый экструдер. Это своего рода попкорн для животных. Зерно сначала перемалывается, затем под большим давлением взрывается. Получается питание, обогащенное белками и углеводами. Сытые, довольные козы возвращаются на дойку, бодро постукивая копытами, друг за дружкой поднимаются на аппарат. Сырья здесь получают достаточно. В месяц на сырозаводе из этого молока производят 10 тонн сыра. Этих объемов хватает на всю республику, Казань, Чебоксары. 70% уходят в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Тарас говорит, молочную продукцию, йогурты, масло, творог, заказывают даже через Твиттер, разбирают для детей. Мы сейчас подобную работу планируем сделать с овцами. Мы единственная молочная овечья ферма в России. И мы, соответственно, планируем, уже заключили контракт с, опять же, с Тавропольским НИИ, подобные работы в области молочных овец. На этом все. Наша операция-инновация завершена. Увидимся на телеканале «Регион-12». Продолжение следует...